В ИТРАУ состоялось заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана. Совещание прошло под председательством Акима области Серика Шапкенова. Рассмотрены задачи и определены приоритеты, стоящие перед Ассамблеей по политической, экономической и духовной модернизации страны. Подробнее в сюжете. Предыдущая 31-я сессия была посвящена определению места и роли Ассамблеи в реформировании политической системы. В дальнейшем в своей работе результаты всенародного референдума будут рассмотрены как начало нового исторического периода. Поэтому важно, чтобы члены Ассамблеи сосредоточились на следующих трех приоритетах. Во-первых, усиление Ассамблеи в осуществлении политических реформ. Будут внесены изменения формирования законодательной ветви власти. Теперь депутаты и члены Ассамблеи будут представлять народ уже не в Можилисе, а в Сенате. Во-вторых, усиление информационной работы и активизация общественного потенциала Ассамблеи. Каждый член Ассамблеи должен быть активным пропагандистом, популяризатором идеалов и ценностей нового Казахстана. В АТРО проживают представители более 80 национальностей, работают 19 этнокультурных объединений. В ходе совещания председатель русского этнокультурного объединения БЭЛИНА Андрей Кораблев отметил необходимость особого внимания к повышению статуса государственного языка в Новом Казахстане. Во-первых, во-вторых, опять же, у меня в той же библиотеке есть учебники как советского периода, там от школьных учебников до современных, да, современные намного сложнее даже, чем старые учебники. Намного сложнее, потому что их понять практически невозможно. На сегодняшний день при управлении культурой открыт центры языковой культуры. Здесь с апреля обучаются представители разных национальностей. Айзада Гавит Слухи Ахаттарғы Зайбек ғалым телеканал Атрау.